Здравствуй, дорогой друг. Не так давно в первом выпуске проекта «Русский на Западе» показывал жуткие кровавые протесты в Чехии. Кто не видел, прошу взглянуть. Что характерно, министр финансов Бабиш, против которого протестовали, был отправлен в отставку через три дня. Ну а вы мне прислали кучу видео с протестами других жителей Запада. И не только Запада, разумеется. Вот гениальная женщина не только показывает средний палец немецким полицейским во Франкфурте, еще и игрушку притащила, на случай, если у нее самой рука устанет. По ходу оскорблений пальцем она оскорбляет и словами, а потом и вовсе тыкает на оружие со словами «Что вы делаете? Что вы делаете? Ждете приказа, чтобы в нас стрелять?» Полицейские сначала с интересом улыбаются, но им вскоре надоедает, ведь надо работать и обеспечивать защиту от настоящей опасности. Игрушка у нее классная, конечно. Классная тем, что сразу показывает интеллектуальный уровень владельца игрушки. А вот небольшие протесты в Филадельфии. Первый посвящен вечно расовой проблеме. Парень жалуется на то, что государство, по его мнению, недостаточно защищает интересы чернокожих. Не дает равных возможностей. Полицейские внимательно слушают его прямо с велосипедов. Все это, само собой, по уведомлению, никаких согласований не нужно. А тут инвалиды протестуют против возможной реформы здравоохранения Трампа прямо у офиса сенатора штата Пенсильвания. Тут вообще по вторникам каждую неделю протест на эту тему. Несколько раз приносили костюм на палке с именем сенатора и общались с костюмом. Ведь сам к ним сенатор не выходит. В Финляндии бюрократы задержали выплаты фермерам. Фермеры приехали на тракторах прямо в Хельсинки, это столица Финляндии. И фермерам выделили площадку в самом центре города, чтобы около 500 тракторов и более 2000 фермеров как следует могли высказаться. В России же, как я неоднократно рассказывал, фермеров на тракторах не выпускают из своего региона просто-напросто. А вот народ в том же Хельсинки вышел против предложения премьер-министра продлить рабочий день на 15 минут. Центр Хельсинки, около 12 тысяч человек, и это самый большой митинг в более чем 5-миллионной Финляндии за несколько десятилетий. Дороги перекрывались для того, чтобы митингующие могли сначала пройти через весь город, а потом и вообще перекрыть движение на одной из главных улиц Хельсинки. Ну а на десерт, хе-хе-хе, на десерт Украина. Город Шаргород, Винницкая область, население 7 тысяч человек, 23 января 2017 года. Митинг против закрытия больницы. Сразу скажу, больницу не закрыли, людям удалось отстоять свое право на медицинскую помощь. Ну и поскольку некоторые фразы мне довольно понятны, будут они понятны и вам. Ведь мы одинаково не знаем украинского, это я своим зрителям из России, разумеется, говорю. Мы хотим все одного, чтобы в Шаргороде сбереглась лекарня, багатопрофильная лекарня интенсивного ликования, так? Так, думаю, дякую. Вот так обстоят дела с некоторыми протестами в некоторых странах Запада. Извините за нерегулярные выпуски, пока что обкатываем проект. Жмите лайки, показывайте видео знакомому друзьям, которые в ужасе от Запада. Ну и всего хорошего.